Планируемый срок ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса Симферополя весна 2018 года. Как утверждает директор по связям с общественностью Международного аэропорта Крымской столицы, на сегодняшний день активно ведутся работы по монтажу инженерных сетей и коммуникаций. Помимо этого, уже начата работа по чистовой отделке. Укладывается плитка, а также штукатурится поверхность. Обустройство кровли завершено на 85%. В свою очередь, остекление фасада окончено более чем наполовину. У нас фасады состоят из 130 витражей, общей численностью стеклопакетов 9000 штук. Также на сегодняшний момент начались работы по благоустройству при вокзальной площади. Уже обустроена парковка, одна из парковок для сотрудников. Начались работы по обустройству парковок для пассажиров. Общей численностью порядка 1500 машиномест. Также на текущий момент завершены работы по обустройству фасадов и кровли всех зданий служебно-технической территории. Общая стоимость проекта – порядка 32 миллиардов рублей. Это огромная сумма, однако все деньги осваиваются по графику. Из них 30% инвесторы вкладывают самостоятельно. Остальные 70% – привлеченные кредиты банков. Прямо сейчас на объекте работает порядка 2000 человек и свыше 100 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно в две смены. По словам представителей нового аэропорта Симферополя, одной из самых сложных задач было воплощение дизайнерской задумки корейских архитекторов. Как мы видим, новый аэровокзальный комплекс имеет плавные волнообразные линии. Сообщается, что строительные работы идут в соответствии с графиком. А это значит, что уже совсем скоро у жителей и гостей Крыма появится возможность самостоятельно оценить красоту этого проекта. Сообщается, что аэропорт в буквальном смысле строит всем миром. К проекту привлечены субподрядные организации и Содружество независимых государств. Несомненно, аэровокзальный комплекс является одним из самых грандиозных проектов всей страны. Для того, чтобы лично ознакомиться с ходом строительных работ, объект посетил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Фактически это новый аэропорт с новыми мощностями, с учетом вообще потенциала развития Крыма. Поэтому, ну я не знаю, как обсуждать тут важность. Это, ну, суперважный проект. Поэтому реализация его, конечно, важна. И те сроки, которые определены графиком реализации, ну вот пока сейчас обсуждаем с разбивкой на этапы, но они будут выдержаны. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса – 6,5 миллионов пассажиров в год. Помимо этого, за счет пристройки дополнительных посадочных галерей эта цифра может быть увеличена до 10 миллионов. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин отметил, риски по срывам сроков сдачи объекта минимальны. Сам инвестиционный проект, сам инвестиционный проект, с нашей точки зрения, идет в абсолютном графике. То есть даже некоторые моменты мы сегодня смотрели на стил, в общем-то, керамогранита, который будет использоваться. Вот в этой части вот отделочные работы идут с опережением. У нас есть понимание, что мы идем в сроках по теплоснабжению, по водоподведению и, соответственно, по водоотведению. Мы понимаем, что мы подадим временное электричество, тоже, так сказать, в рамках тех сроков, которые мы выбрали для себя по проекту. Виталий Нахлупин также добавил, нынешние терминалы аэропорта не будут заброшены. Уже сейчас разрабатывается проект по созданию бизнес-авиации в Крыму. Если все получится, знакомые терминалы А и Б будут задействованы в данном сегменте перевозок. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ. Продолжение следует...